Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Динброва и Алексея Шершнева. Смотрите сегодня выпуски. Питер, мы с тобой. В Туле и Новомосковске прошли митинги против терроризма. Сколько денег уходит на продукты. В Туле проверили цены в розничных и сетевых магазинах. 67 тысяч туляков взяли за лопаты и метлы. Итоги первого общеобластного субботника. Питер, мы с тобой. Памятные митинги под таким девизом прошли в минувшую субботу во многих городах России. Не осталось в стороне Тула. Более трех с половиной тысяч человек собралось на площади Победы. Среди них представители исполнительной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, казачества, студенты и просто неравнодушных граждан. Со сцены звучали песни в исполнении ансамбля тульской дивизии ВДВ и, конечно же, слова поддержки пострадавшим от терроризма во всем мире. Организатором выступила Тульская региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана. Мы высказали сегодня солидарность с Питером, высказали солидарность со всеми пострадавшими во всех многочисленных международных акциях международного терроризма. Вот это самое главное. Также на площади поставили огромный баннер. На нем все могли написать слова о сочувствии и поддержке всем пострадавшим от взрыва в Питере. По окончании концерта присутствующие почтили память погибших минуты молчания, а затем возложили цветы к стелле Ленинграда на аллее городов-героев. Аналогичный митинг прошел в этот день юно-московский. Порядка 300 миллионов рублей из бюджета было израсходовано неэффективно. К такому выводу пришла счетная палата Тульской области после проверки правильности формирования и использования бюджетов, распоряжения муниципальной собственностью. Выявлены нарушения и в сфере закупок. Эти данные были представлены сегодня на оперативном совещании у губернатора региона. Интересна оценка применения налоговых льгот для предпринимателей, которые работают по упрощенной или патентной системам налогообложения. О результатах 2016 года пока говорить рано, поскольку не готова отчетность. А вот в 2015 году налоговыми каникулами воспользовались всего лишь 0,5 процента или 145 бизнесменов. С чем связан такой низкий показатель, не уточняется. Сегодня в Туле стартовала проверка цен на продукты. В течение 10 дней в рамках проекта «Народный контроль», представители общественности, члены «Единой России» и «Молодой гвардии» проведут мониторинг в супермаркетах и магазинах шаговой доступности. К слову, проверять будут не только цены, но и наличие в продаже спиртосодержащей пищевой продукции, не относящейся к алкоголю, продуктов тульских производителей. В первом ряде побывала и наша съемочная группа. Сергей Речис продолжит тему. В одном из маленьких тульских магазинов инспекторам проекта «Народный контроль» и телекамерам явно не рады. Хотя проверять тут особо нечего. На прилавках кроме алкоголя почти ничего нет. На вопрос, как с таким ассортиментом магазин еще не закрылся, продавец разводит руками. Придумывают законы-то какие. Если водка, то 50 квадратов. Значит, аренда должна быть большая. Правильно, правильно? Платить за нее надо. В сетевых супермаркетах даже днем аншлаг. Наталья Иванова приходит сюда каждый день. Женщина – соцработник. Продуктов для своих подопечных набирает много. На полках супермаркетов товары на любой вкус и кошелек. Разница в цене на однотипные продукты порой в три раза. Причем цены подскочили не только на импортную продукцию. Такое повышение еще можно оправдать курсом валют. Поднялись цены и на отечественные продукты. При этом товара с пометкой «Сделано в Тульской области» на прилавках практически нет. Непосредственно с торговыми сетями обсудить возможность расширения списка местных товаропроизводителей на прилавках в тульских магазинах для того, чтобы наш покупатель и жители Тульской области могли максимально приобрести ту продукцию, которая производится нашими же тульскими товаропроизводителями. Продавцы утверждают, цена образования зависит от логистики, от транспортных расходов и от многих других факторов. Но активисты народного контроля уверены, возможно, кто-то просто решил нажиться на рядовых покупателях. Кто в цепочке от производителя до продавца, самый жадный станет известно в конце апреля, когда огласят результаты проверок. Сергей Речиц, Игорь Щепотев, Тульская служба новостей. За первый квартал 2017 года в адрес администрации Тулы поступило 3,5 тысячи обращений от граждан. На телефон доверия были получены звонки от 650 жителей. Чаще всего горожане жалуются на работу коммунальных служб, транспортные и жилищные проблемы. Об этом сегодня рассказали на городском оперативном совещании. Евгений Авилов отметил, эффективной работой с обращениями может считаться только вы и специалистов на место, чтобы объективно разобраться в ситуации. Глава городской администрации также напомнил, что для информирования туляков о том, как работает администрация и приема сообщений существуют электронные ресурсы и почта. 65 контейнерных площадок, согласно данным городской администрации, до сих пор не востребованы управляющими компаниями. Это около трети от всех пунктов сбора мусора в Туле. Напомним, к 1 мая каждой контейнерной площадке города, в том числе Ленинского района, должен быть присвоен индивидуальный номер, закрепленный за конкретным хозяином. Получение разрешения на использование муниципальной земли под контейнерную площадку безвозмездно и не предполагает арендной платы. Однако обязывает УК следить за состоянием территории и вывоза мусора. Если управляющая компания не обратилась за разрешением на использование земли, контейнерную площадку в этом месте признают бесхозной и ликвидируют. Был предложен алгоритм, каким образом закреплять за управляющими компаниями те или иные контейнерные площадки. Варианта два. Первый вариант – это либо, если контейнерная площадка находится на неразграниченной территории, обращаться в Министерство имущественных земельных отношений. Либо второй вариант – перемещать контейнерную площадку на придомовую территорию. В первом в этом году субботнике приняли участие порядка 67 тысяч жителей области. Жители приводили в порядок парки, скверы, центральные улицы, дворы, территории вокруг школ и детских садов, а также мемориальные комплексы и братские захоронения. В этом году субботник поддержали крупные промышленные предприятия, коммерческие организации и предприниматели. Не остались в стороне депутаты и аппарат Тульской городской думы. Они привели в порядок территорию Центра детской психоневрологии «Юность» и участок возле родника на улице Льва Толстого. На первый в этом году общегородской субботник вышли более 20 тысяч туляков. Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской думы традиционно трудились над уборкой территории Центра детской психоневрологии на улице Бундурина. Вместе со специалистами учреждения они убрали мусор и прошлогоднюю листву. Мы каждый год помогаем психоневрологическому детскому диспансеру. Это и предыдущий созыв думы, и это. То есть, это, в общем, традицией стало. Каждую весну здесь собираться, благоустраивать участок. В общем-то, можно сказать, с удовольствием это делаем, потому что погода хорошая. Даже в дождь, все равно это весна. Доброе дело. А на территории близ родника на улице Льва Толстого вместе с депутатами трудился глава города Юрий Цкипуре. По его мнению, традиция проводить субботники должна жить и расширяться. Ведь каждый, кто хочет жить в чистом городе, должен в первую очередь сам позаботиться об этом. А впереди День Победы. И встретить его Тула должна убранной и нарядной. Для меня крайне важно, и для всех нас, что жители неравнодушно к нам относятся. Они спрашивают, где можно поработать, где приложить свои усилия и так далее. Но здесь все очень просто. В принципе, можно выйти своими семьями, с детьми и так далее. Просто выйти во дворы там, где вы живете. Больше ничего не нужно. Соберите бумажки, соберите веточки и так далее. Примите участие в общем деле. В результате совместных усилий оба объекта были полностью очищены от мусора и приведены в порядок. А следующие субботники пройдут в нашем городе 29 апреля и 13 мая. София Кириллова, Игорь Чепотьев, Тульская служба новостей. Всего в областном центре на субботник вышли более 20 тысяч человек. Не остались в стороне и жители дома номер 76 по улице Пузакова. Вместе с работниками управляющей компании «Орион» они навели порядок в своем дворе и на прилегающей территории. Подробности в нашем сюжете. Жители дома 76 по улице Пузакова хотят возродить давнюю традицию добрососедства. Когда все соседи знакомы между собой и могут прийти на помощь друг другу, вместе отпраздновать какое-то событие. Первым совместным мероприятием стала масленица. И вот сейчас субботник. Мужчин маловато, основная масса на работе, а женщины слабые существа. И грузить на машину, как они грузят, мы, конечно, не смогли бы. То есть огромное спасибо «Ориону» за организацию субботников в помощь. То есть инструменты, мешки, перчатки – это все их заслуга. В общее дело стараются внести вклад все. Арсен Саркисян, например, предоставил свой личный трактор. Это стало большим подспорьем. Принял свой трактор, чтобы помогать и дому, и соседам, и городу. Управляющая компания «Орион» всячески поддерживает такую активность жителей. Помимо инвентаря, они предоставили машину для вывоза мусора. Да и сами сотрудники УК пришли помочь жителям в уборке. Проводим субботник плановый. Вышли вместе с жителями. Территорию благораживаем. Но сегодня планы работы, соответственно, пилить все деревья, убрать весь мусор, подместить всю листву граблями, все сложить пакеты, вывезти. Жители очень надеются победить в конкурсе «Чистый дом», «Чистый двор», «Чистый город». Если выиграют, мечтают установить новую детскую площадку. Ведь в их дворе качели и спортивное оборудование еще советских лет. Также в ближайшее время жильцы планируют поставить новые скамейки и урны. Они уже закуплены на их собственные средства. Светлана Мулыкина, София Кириллова, Игорь Щепотев, Тульская служба новостей. Тульский арсенал в рамках 22-го тура российской футбольной премьер-лиги на выезде проиграл в Грозненском утереку. План Кирикова на игру был сломан уже на пятой минуте, когда после ошибки защиты канониров Митришев открыл счет. Через 15 минут нападающий удвоил преимущество хозяев. И снова оборона арсенала в лице болгарина Ивана Иванова осталась в дураках. Во втором тайме тулики с пенальти отыграли один мяч. В самом конце матча пошли ва-банк и пропустили контратаку. Окончательный счет 3-1 установил Бериша. Считаю, переломили ход матча, имели инициативу. Понятно, что Терик играл здесь также по счету. Основное внимание у Террифа воронительных действий. Собили гол в 1. Уже в концовке выпустили второго форварда. То есть бросили все вперед. И понятно, что сзади были свободные зоны. Подробнее о встрече, разбор ошибок и мнение экспертов сразу после выпуска новостей в 19.15 в программе передачи. Не пропустите. В центрах образования Тула завершились выборы нового, уже пятого созыва Тульской городской школьной думы. Поздравили юных депутатов их старшие коллеги, мэр Тулы Юрий Цкипури и его первый заместитель Татьяна Ларина. С подробностями София Кириллова. Тульская городская школьная дума недавно отметила восьмой день рождения. За эти годы участие активных ребят в жизни областного центра стало уже привычным. В минувшее воскресенье состоялось совместное заседание юных депутатов четвертого и пятого созывов. В состав новой думы избрано 48 учеников из городских центров образования. За своих сверстников проголосовали более 7,5 тысяч школьников. Новым избранным депутатам я хотел бы пожелать, чтобы они были такими же активными, как мы, и даже более активными, чтобы они ставили цели и их добивались, и развивали ученическое самоуправление на территории города Тулы. Выборы в школьную думу проходят так же, как и в думу взрослую. В каждом центре образования создается свой избирательный округ. Кандидаты ведут предвыборную агитацию, участвуют в дебатах. Итогом становится единый день выборов ученического самоуправления. Голосовать имеют право ребята, которым исполнилось 14 лет, а срок депутатских полномочий – 2 года. Свежие мысли, свежие веяния, они крайне важны для нас. Ведь мы, в общем-то, все делаем и работаем как раз для того, чтобы развивались ребята для нашего будущего. А будущее – это наши дети, это ребята, которые сейчас как раз являются представителями Тульской городской школьной думы. Новые депутаты Тульской городской школьной думы обещают продолжать начатые их предшественниками дела. Они уверены, что пятый созыв будет еще более успешным. Мне так повезло, что я теперь возглавляю комитет ЗОЖ. И также хочется продолжать дело того человека, который его основал. В заключение торжественной части председатель Тульской городской думы Юрец Кипури и его первый заместитель Татьяна Ларина вручили удостоверение депутатам пятого созыва и их помощникам. София Кириллова, Игорь Чепотьев, Тульская служба новостей. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. Ведущая программа Олеся Сокол поделится с вами самой достоверной информацией. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями. Телефон редакции 25 45 45. Смотрите Тульскую службу новостей на канале КНД. 14 и 19 часов ежедневно побудем. С вами были Алексей Шершнев. И Светлана Динброва. Увидимся. А пока реклама. Разбуди свою красоту. Студия красоты ЮНОНА. Телефон 30 93 87. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я Леся Сокол. И в эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11 апреля – День Святого Марка. В этот день народ массово отправлялся в Березовые рощи. Чуть позже об этом подробнее. А пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексеем градусник термометра покажет плюс 8, плюс 15. В городе Ефремове плюс 9, плюс 14. В Белеве плюс 8, плюс 15. В Новомосковске плюс 7, плюс 12. По прогнозам 11 апреля температура в Туле будет колебаться от 6 до 15 градусов по Цельсию. Днем ясно, вечером пасмурно. Влажность воздуха 60-75%. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. 11 апреля возможно возмущение в атмосфере Земли. Врачи рекомендуют контролировать сердечный ритм и следить за своим здоровьем. 11 апреля – День Святого Марка. Считалось, что березовый сок в этот день не только очень вкусный, но и обладает чудодейственной силой. Поэтому знахари лечили им больных. Считалось, что если в этот день слегка ударить березовым кутиком заболевшего ребенка, то болезнь, тот же миг, исчезнет. Если в этот день много березового сока, то лето будет дождливым. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и добрых улыбок. С вами была Леся Сокол. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова